здравствуйте дорогие друзья я рад приветствовать вас на моем канале и сегодня я хочу вам показать несколько способов удобной и быстрой обрезки ремонтантной малины осенью сейчас ноябрь месяц уже сокодвижение замедлилось растение уже готовится к спячке и пришла пора малину обрезать ремонтантную малину каждую осень мы срезаем под корень для того чтобы в следующем году получать урожай с однолетних побегов на зиму мы не оставляем вот в таком состоянии и все скашиваем способов несколько которые я сейчас покажу один из способов я показывал свое видео когда-то раньше это с помощью секатора секатором мы срезали все побеги от плодоносившие и вот таким образом но способ этот я вам хочу сказать он конечно надежный и простой но он трудозатратный то есть секатором приходится это все делать очень долго особенно это актуально будет для наших зрителей у кого участок малины довольно таки большой целый малин и сейчас я покажу более быстрые способы обрезки малины первый способ это с помощью мотокосы на который одет диск и сейчас мотокосу я покажу как удобно это все сделать секатором как видите делается это очень легко и просто и второй способ который я хочу показать это с помощью кустореза друзья для этого нам понадобится вот такой кусторез ну или подобное что-нибудь и сейчас мы им тоже самое ту же процедуру свободно вот таким вот образом как видите кусторезом немножко даже удобнее он работает потише но в одном из своих видео я сделаю более подробный обзор вот такого инструмента который тоже очень помогает нам на участке друзья как вы знаете может быть кто-то видел прошлое наше видео мы под самый корень не срезаем оставляем несколько буквально сантиметров над поверхностью некоторые зрители говорят что не надо этого делать но мы всегда так делали в принципе проблем в оставлении вот таких небольших пенечков я никогда не замечал и в зимовке и после зимовки кому как удобно можете обрезать даже чуть ли не под землей ну 2 3 до 5 сантиметров пенечки не влияют абсолютно ни на перезимовку не на количество вредителей болезней которые остаются на следующий год что мы дальше будем сейчас делать с малиной с осенней подготовкой сейчас это все выкосим и проведем мульчирование мульчирование мы проведем перепревшим перегноем на зиму просто по ряду просыпем но сейчас я это все покажу подготовлю не буду занимать ваше время и уже мульчирование покажу кстати полив мы осенний не проводим потому что дожди шли у нас сейчас влагозарядка здесь повышенная даже в прикорневой зоне поэтому мы дополнительно сейчас поливать ничего не будем но подкормка друзья осенняя в зиму ну это и будет наш перегной потому что с осадками все равно питание будет поступать корневой системы в корне обитаемый слой поэтому дополнительных подкормок смысла я не вижу проводить питание еще почему очень важно ну как бы очень важно перегноем засыпать это все во первых это и первое удобрение будет сталой водой когда снег пойдет таять корни все равно будут брать что-то здесь уже малина несколько лет растет у нас на этом участке и конечно же посадочная зарядка траншеи лунок что мы делали перегноем мы тоже заряжали какими-то минеральными удобрениями уже все малина выбрала каждый год она плодоносит довольно таки обильно и через 3-4 года мы начинаем в обязательном порядке проводить дополнительные подкормки поэтому лучше всего сейчас просыпать перегноем сверху не торфом не ну можно мульчой конечно но это просто от мороза мы сохраним а вот именно перегной это двойная функция двойная польза у нас будет и укрытие от мороза и дополнительная подкормка и осеннее и раннее весеннее после того как удалили по возможности все растительные остатки кстати при удалении листьев старых мы заметили и совки взлетали отсюда ну то есть вредители у мастились уже под листочками на зимовку мы их согнали и я думаю что перезимовать теперь им комфортно не получится возможно даже они погибнут это тоже плюс вот такой позднее осенние обрезки друзья но и теперь аккуратненько присыпаем слоем 2-3 сантиметра буквально перегночка перепрежу у нас здесь уже как говорится в прошлом году мы тоже присыпали и уже такой небольшой даже бугорочек появился на месте ряда чем мне нравится выращивание именно малины в ряду что очень легко за ней ухаживать если сплошные заросли то ухаживать уже относительно затруднено поэтому если кто-то собирается заводить себе малинник то я бы советовал действительно высаживать в ряд запускать рядом и удобнее и ухаживать и обрабатывать и поливать и собирать ягоды ну и еще много-много всяких других плюсов так что конечно решать вам но просто мой небольшой такой совет вот на этом друзья я собственно закончу свое короткое видео спасибо вам за внимание всем доброго до свидания до новых встреч надеюсь кому-то это видео было полезным если это действительно так ставьте пожалуйста лайки кто не подписался приглашаю подписаться на наш канал всем доброго до свидания